Победу отпраздновали баскетбольные клубы Енисей. Так, мужской клуб с разгромным счетом 110-65 выиграл у латышского ВЭФа. А женская команда сумела одолеть Спарта Казногинском. Краснодарские баскетболисты еще в первой четверти вышли вперед на 10 очков и смогли удержать преимущество до конца матча. Несмотря на то, что первые номера команды Наоми Майомба и капитан Анастасия Пасынкова получили серьезные травмы в этой игре. Итоговый счет 79-70 в пользу Енисея. И теперь у тренеров серьезная проблема, что делать и кем заменить временно выбывших из-за травм лидеров команды. Следующую игру красноярцы проведут в Екатеринбурге 31 января, где встретятся с местным УГМК. Сейчас надо попытаться понять, на как долго у нас выпали и как мы сможем тренироваться. Включая тоже Катю Кирьяну, Настю Пасынкову и на имя Майомба. Кого и как переводить на какие позиции. Все это достаточно сложно. Дальнейшая игра с УГМК, пусть она не самая, конечно, важная для нас. Но потом две важные игры, Иванова, Вологда на выезде. Я уже думаю об этих играх. Все это очень сложно. Иванова, Вологда на выезде. Продолжение следует...